ПОМОЛИМСЯ Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, прибудь с нами в этот вечер, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему, всякий раздор и зараз преудали от нас, Господи. Господи, да светится имя Твое. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 22 мая 2019 год, и мы продолжаем разбирать пособия по изучению Евангелия от Марка. Христос воскрес! 15 глава, с 11 по 20 стих. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание. И, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Раву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его! Пилат сказал им, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали, распни его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву. А Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк. И одели его в багреницу, и сплетший терновый венец возложили на него. И начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский! И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственной одежде его, и повели его, чтобы распять его. Римский прокуратор Пилат сначала вышел к ним, а потом, вернувшись в приторию, ввел туда Иисуса. Первый акт допроса кончается оправдательным заключением в пользу Христа. Евангелие от Иоанна, 18, 28-38. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять пошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, ты, царь иудейский. Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, и так ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Пилат лично убежден в невиновности Иисуса, но не желает портить своих отношений с правителями иудеев и лишиться популярности. Он пробует лавировать и найти выход из неловкого положения, посылая Иисуса к Ироду, чтобы прикрыть в себя его отзывом. Евангелие от Луки, 23, 7 по 16 стих. И узнав, что он из области Ирода и послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. И Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. И предлагал ему многие вопросы, так, первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его». Ирод так же, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. Ирод издевается над Христом и дает в шутливом виде оправдательное заключение, о чем Пилат заявляет в собравшейся толпе. Евангелие от Луки, 23 глава, 11-15 стихи, вот об этом говорит. Так, у кого-то микрофон не выключен. Утопающий хватается за соломинку. Так и Пилат еще раз пытается вывернуться и предлагает народу выбор между Иисусом и самым отчаянным из всех имевшихся у него преступников разбойником. Убийцею, воровую, надеясь хоть этим путем освободить Иисуса и выгородить себя. В это же время жена Пилата посылает ему предостережение. Евангелие от Матфея, 27-19. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать. Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Происходит перерыв в заседании в притории, во время которого первосвященники и старейшины усиленно агитируют в толпе в пользу воровы. И к крайнему изумлению Пилата толпа кричит, требует освободить ей разбойника, а Иисуса предать смерти. Послание к римлянам, 15-я глава, с 11-го по 14-й стих. И еще. Хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исайя также говорит, будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. И сам я уверен о вас, братья мои, что вы... Так, прочитаю, простите. Римский солдатский кнут был ужасным орудием пытки. К плите прикреплялись острые костяные плитки, которые раздирали тело до обнажения костей. После четвертого заявления Пилата о невиновности Иисуса происходит замечательный разговор между истерзанным Иисусом и Пилатом. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 9-11 стих. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. После чего последний даже ищет возможности отпустить его. Но теперь первосвященники сумели задеть Пилата за самую слабую его сторону и затронули в нем тот мотив, за который он был готов поступиться всем. И совестью и честью за его личный интерес, боясь повредить своей карьере. Евангелие от Иоанна, 19-12. Вот как раз с этого времени, 12 стих. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Вот она политическая подоплека. И желая угодить, то есть он боялся повредить своей карьере, и желал угодить толпе. Марка 15, 15. Читаем. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им воравву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Какое спокойное величие в речах и поведении Иисуса. Евангелие от Иоанна, 18-я глава, с 4-го по 37-й стих. Иисус. Ну, давайте вот это прочтем, когда его арестовали. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И тогда сказал им, это я. Они отступили назад и пали на землю. Он спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назорея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба. И отсек ему правое ухо. Имя рабу было Мах. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Тогда воины и тысяча начальники, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Кане, ибо он был тесть Каиафи, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал в совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру, и ты не изучили кофли этого человека? Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал Ему. Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал. Так отвечаешь ты первосвященнику. Иисус отвечал Ему. Если Я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь Меня? Анна послал его, связанного первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему. Не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр от Секуха, говорит. Не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы появили Иисуса в приторию. Было утро и не вошли они. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Повторение идет почти слово в слово. Читаем дальше. Осказался оппортунистом. Так, ну тут, может быть, некоторые не знают, что такое оппортунист. Слово не совсем. Пожалуйста, выдайте в чат кто-нибудь. Деяния, 18 глава, 12, с 12 по 17 стихи. Между тем во время прокольства проконсульства Галеона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его предсудили. Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста Галеон сказал иудеям. Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысл, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилища. А все Елены, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его предсудилищем. И Галеон немало не беспокоился о том. Благодарю Сергея. Оппортунист. Это беспринципный человек, приспособляющийся к обстоятельствам. Соглашатель. Ему захотелось показать Брынцову, что он служит и нашим и вашим. Что в нем сидит полулиберал, полународник. Что он оппортунист. Вот значит, кто такой оппортунист. И нашим и вашим. А Господь учил, что невозможно служить Богу и мамоне. Ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Галатам 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Малейшая уступка может повлечь за собой глубочайшее падение. Не поступаться принципами из угождения пред людьми. Аминь. Пожалуйста, желающие или задать вопрос, кому что-то непонятно. Или, может быть, какие-то мысли по прочитанному. Как это приблизить на сегодняшний день. Чтобы Писание заговорило с нами, коснулось каждого сердца. Вот во свете того, что мы прочитали. Пожалуйста, желающие. Может, у кого-то на что-то хотел обратить внимание. Ну вот, пока молчат все. И на что вот у меня обратилось внимание. Вот опять же, во свете событий в Екатеринбурге. Народ. То есть, народ вас стал против. И как-то на прошлом занятии Игорь Добунов сказал, что вот народ это вот. Ну нет вот этого, как бы, как-то он выразился так, что, ну вот есть такое выражение, душа народа еще. Он говорит, этого нет. А мне как-то так, ну как, я же думаю, народ это же всегда, ну Христос всегда был с народом. То есть, церковь должна быть с народом. То есть, президенту так же поступил этот указ и сдал, чтобы забор снести тоже. То есть, он с народом. А другие говорили, что народ разделился. Один народ хочет храм, а другие не хочет храм. То есть, в народе же тоже есть разделение. И в церкви есть разделение. И здесь есть разделение. Тут же они кричали, асан на Вышний Богу, народ. И тот же народ потом кричал, распни его, распни. То есть, народом можно манипулировать. И здесь вот честно, четко говорится, что вот они народ-то вот этот вот научили. Вот видите, но они еще сильнее закричали, распни его. Вот. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего раба. Первосвященники. И вот, когда Игнат Тихонович говорит о священниках, что вот они не учат народ, или учат тому, что не по Слову Божию, сразу сторонники вот этих первосвященников и сегодняшних священников, которые не учат народ, они сразу поносишь в церковь. И тут же Христа. Какое зло сделал он? А что он называет себя Сыном Божьим? Называет себя Рожденным свыше? Вот сегодня бы так сказали. Да кто такой? Святым себя называют, безгрешен. Да он в прелести, в гордыне. Понимаете? А сами вот этот народ-то не гордецы, или которые преступника ворал просят? А что ради-то? Ну вот Наталья говорит, сказали бы сектант. Разделение на верующих людей и неверующих, плевела и пшеница. То есть народ, вот я как-то у меня была мысль, народ всегда прав. Не всегда народ прав. Вот в народе, я еще раз говорю, то есть есть большинство и есть меньшинство. И вот эти референдумы, большевики, их было большинство, но что, они правы были? А Слово Божие нам говорит, что мало спасаемых. То есть большинство народа пойдет за Антихристом. Пойдет за Антихристом. Почему? Потому что люди, народ, более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злые. И они понимали, а какие дела? Кто-то ворует, кто-то там в блуде живет, в любодеянии. Тут тоже ролик интересный составили. Инаугурация Зеленского и Путина. Зеленского народ все открыто. У него он пешком пришел. Показывает Путина на дорогущем лимузине. Миллиарды денег угроханы на этот бронированный автомобиль. Зачем? С женой развелся у Зеленского сына. Дай бог, как бы, что украинскому народу за страдания, может быть, за какие-то там послали этого президента. На словах-то все они, как говорится, соловьем поют. А вот на деле... А на деле народу вот иногда нужен-то и тиран. Когда вот он непокорный. Непокорный Слову Божию. Опять же. А не какой-то там вымышленная свобода, равенство, братство. Нет никакой ни свободы, ни равенства, ни братства. Люди всегда были богатые и бедные. И злые и добрые, верующие и неверующие. Всегда. И Господь говорит, не мир я пришел принести, но меч. Разделение. Не всегда будет разделение. Для одних, Слово Божие, лакмус и уважка, запах живительный на жизнь. А для них смертоносный на смерть. И когда Словом Божиим жгешь сердца людей, одни смиряются, смиряют свою гордыню, а другие по гордости своей начинают противоречить, смыкать, уши затыкать и обвинять проповедников в гордости и в прелести. Вместо того, чтобы честно признаться, да, это так. Да, церковь больна, корыстолюбие и корысть. И с этим нужно бороться. Внутри, находясь в церкви. А бороться не хотят. Почему? Трусость. А что, я начну бороться, меня выпнут от этой кормушки, отодвинут от этого корыта. Ведь люди же невежественные. Чем невежественный народ, тем больше он жертвует, мне кажется. Какой-то вот тайна такая покрытая, ничего не понятно, такой магизм белый такой, суеверие, тьма суеверий. И люди вот суеверные, жертвуя деньги, веря в то, что жертвуя деньги, они получат какую-то от Бога благодать. Хотя это и так, но когда ты истинного Бога знаешь, отдавая десятину, Бог тебя благословляет. И вот опять же ролик этот, чьи молитвы услышал Господь. Ведь молились желающие построить этот храм в Екатеринбурге, молились. Почему их Бог не услышал? А те, которые сквер хотели, они, может, и не молились, но восстали. Да, боязливых же и неверных скверных убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей и всех лжецов учить в участь в озере горящим огнем и серу. Это смерть вторая. Книга Откровения 21.8 Ну, скажи этому, вот эти слова, скажи убийце, может, он тайный убийца. А в силовых структурах, там сплошь и рядом, им приходится убивать, иначе их оттуда уйдут. Любодеев, чародеев, сколько вот этих сейчас гадалок, они в государственной были и пристали, они к ним обращались. Там эти ванги, и все у них там паслись. Идолослужителей. Мне понравилось Зеленского, говорит, уберите все портреты мои из кабинетов. Я, говорит, не икона, я не идол. Зеленский клянется на Евангелие, Путин на Конституции, на Евангелие не клянется. Хотя клятва запрещена в его Библии, но, можно сказать, торжественное обещание, то есть, словами можно поиграть. Но, однако, клятва запрещена, любая клятва. Хотя и священники клянутся, там тоже есть слова «клянусь». И всех лжецов учись в озере, то есть, дух лжи, то есть, они ищут правды, и они правду ненавидят. Как бы кого обмануть, да в свой карман набить побольше денег обманным путем. Поэтому истинные христиан всегда гнали, и будут гнать, и ненавидеть, и Христос об этом предрекает. Гнали меня, будут гнать и вас. Но и утешает, слушали меня, будут слушать и вас. Поэтому еще раз говорю, лакмусовая бумажка в этом разделении, Слово Божие. Если человек говорит, говорит, тут одна сестра, Галина, лже-сестра, пишет, что вот Игнать Тихонич, критику не воспринимает, церковь поносит, священников поносит, все, гордыня, прелесть у него, самохвальство, все, вот это вот мне грязь в уши льет. Ни одной цитаты из Слова Божия нету. О чем это говорили? Ни любовь к Слову Божию, отсюда все. Ну, братья, давайте вопросы поактивней. Вот, а то все я один да один. Подключайтесь. У кого что еще? Ведь тема-то интересная, видите, что... Игнать Тихонович, так хорошо у вас... Что? У вас так хорошо пнулся, даже говорить ничего не хочется. Благодарю, да. Сам бы себя слушал, да слушал бы. Ну, хочется диалога, вот. То есть возражений, по моим словам, никаких нет. Видите, я же тоже человек, тоже могу в чем-то ошибаться, и вы меня поправляете. Не зря же говорят, уча других, учишься сам. Я сам ученик, сижу за партой, учусь в ног Христа вместе с вами. Ну, вот так, ну, это потом. Ну что, следующий перекоп начнем. Мне кажется, тут есть что-то еще вот высветить. Вот интересно, в какой момент все-таки надо отвечать, когда тебя обвиняют, а в какой не надо? Можно тут, интересно, из этого стиха это вычислить? А вот, позвольте мне, значит, я отвечу. Когда дело касается лично тебя, то лучше промолчать. Вот, то есть не отвечайте злом на зло и ругательством на ругательство. Вот, но когда за тобой стоят люди, поверившие тебе, и тебя обвиняют ложно, и ты молча как бы соглашаешься с этой ложью, и, ну, как бы, некоторые твои ученики, поверившие тебе, не услышав от тебя дальнейшего отстаивания истины, могут соблазниться. И Христос об этом тоже, как бы, многие соблазнятся о мне, потому что лжеучителя, лжебратья, значит, и у апостолов тоже все это было. И апостол Павел многократно сам себя восхвалял, оправдываясь не для того, чтобы сам себя восхвалять, а чтобы ученики его не пошли за лжеучителями. Он им постоянно напоминал, я, вы же мне поверили сначала, вы вспомните, что я вам говорил, что вы приняли, того и держитесь. Не слушайте никаких сектантов, по-нашему сказать. И когда сегодня сестры отпадают, слушая вот всяких там, ну, не буду там, СД называть, вот это вот печально. Печально. А с чего они начинают? А вы сосхвалитесь, а вы только всех поносите. Ребят, ну, обречаем, это Господь заповедовал это делать. А вы по-за глаза говорите. Да какие по-за глаза? Интернет-то открытая штука. Бери, как говорится, за любое слово, иди в суд и подавай, миллиарды выиграешь, там, за клевету подавай, там, или за оскорбление личности, там, вся, вся, все сейчас, весь, все наказуемо. В интернете клеветах. Бери, судись, выигрывай. Вот, здесь же привели на суд, и оба судьи Христа оправдывают. То есть они не находят ничего. Ну, что в нем такого? Почему мы должны его убивать? Вот. И сколько бы вот на Игната Тихонича не лили, помоев, ну, вы разберите в обосвете, вне один. В чем конкретно? В чем его вина? Гордыня, прелесть, гордыня, прелесть, самохваст. Вот еще это какое-то придумали. Вот. И дьявол клеветал на Бога. Что можно вообще клеветать на истину, когда, ну, открыто и все видно, что, ну, он Бог. Вот. И на небе была война. То есть они не молчали, там, ангелы, они восстали за истину. Вот. Другое дело, у каждого своя истина. И вот за Христа Петр восстал, Петр запретил. Почему? Потому что там конкретно была причина, что неужели мне не пить чаши? То есть если вы сейчас за меня заступитесь, меня не распнут. Это не значит, что не нужно заступаться за истину, как вот, ну, раз Христос сказал, значит, ну, значит, не надо. Убивать никого не надо, уши резать никому не надо. Почему именно ухо он ему отсек-то, а не руку, не палец? Потому что вера от слышания, слышание от слова Божьего, там тоже толкование дается. Да. И Пилат понимал, то есть предали его из зависти. Из зависти. Говорят, что зависть это такой грех, которому очень сложно признаться. А почему у него столько, у меня не столько, Каин и Авель? Первая протоубийственная война из зависти. А что это Бог его дары принял, а мои не принял? Несправедливость. Партия у нас есть такая, справедливая Россия. Да нет справедливости на земле, вы не найдете ее, она будет на небе. Обидели тебя, а даже несправедливо. Златоуст учат, говорит, поцелуй за намерение исправить. Он, может быть, тебя исправить хотел, а ты обиделся, закрылся. По любви тебе, может быть, эти слова сказали, а ты вот, сатана тебя перевернул, а он меня подколоть хотел, а он меня подшутить надо мной хотел. А вспомните, как подкалывал этих пророк. Что, ваш Бог уснул, что это он жертвы не принимает? Настоящая прям шутка была, издевательство. Пророк Божий. Он высмеивал их ложных богов. И раньше были, в советские времена, журнал «Фитиль». Вспомните, высмеивали недостатки общества. Сейчас все на всем наплевать, ничего, никакой сатиры нету, какой-то юмор весь пошлый, плоский весь. Почти весь, так скажем. Журнал «Крокодил» очень был хороший журнал, я очень любил его читать. Так что, если тебя высмеивают, высмеивают твои пороки, а ты обижаешься, или у тебя чувства юмора нет, у старообрядцев говорят, что с этим беда злобные такие люди, в большинстве своем не все. Ничего им не скажи, наша истина, то есть упертая, это тоже хорошее качество. То есть отстаивать истину ни вправо, ни влево, ни на шаг. То есть как их научили, два перста, все стоят на смерть за два пальца. А рассудительности нет, ну ты рассуди, ну у вас два, у нас три, а разница-то в чем, а не в чем. То есть вы теми тремя перстами троицу показываете, а мы этими. А вот кукиш, ну а у вас сигаретка, ну и что, и что, так будем как дурак, сам дурак играть в эту игру. Пока отвечал уже и забыл что-то сказал-то о чем. Ну-ка напомни, чтобы на мне подытожить. Все. Ну-ка. Слав, а меня сейчас слышно было? Слышно, что слышно? Никуда я не пропадал. Нет, нет, спасибо. Слав, еще напомню, вот пока говорил и вопрос забыл твой. Вячеслав сказал, как и кому правильно нужно отвечать, если кто-то на тебя нападает. А, все, да. И стоит ли отвечать вообще? Вот Христос молчал. Вот, и да, тут нужно, как бы, конечно, разделять. Не всегда нужно молчать. Есть такое понятие, молчанием предается Бог. Смотря, как нападают и, ну, я говорю, то есть, если нападают на истину, ну, даже известно из жития святых, арию ударил по лицу. Заградил уста. Вот. Физическую силу применил. Сначала его, вроде как, осудили, а потом оправдали даже. То есть, он заступился за истину, и толкование говорит, если про тебе будут оскорблять царя, и ты заступишься, не получишь ли ты награду царя, а здесь царя небесного. То есть, он богохульствует. Вот, он просто был, как бы, задан, что если на тебя нападают, ну, нападают, по всей видимости, так как на христианина. И я всегда, когда тебя там матерят, блаженны вы, я все сразу, у меня это место писания, блаженны вы, когда будут вас гнать и поносить, и всячески неправедно злословить за меня. Сразу это писание, и начинаешь за этого человека молиться, понимаешь, что это не он, это сатана против истины восстает. А этот человек, коня, и его вина заключается не просто там сатанов винили, а этот грешник не виноват. Виноват греха, грешник не виноват. Так не бывает. То есть, грешник, он всегда впустил себя в этот грех. И он богохульствует, то есть, он не принимает истину. Это неверие, это тоже грех. Неверие истины, то есть, он верит до лжи. Другое дело, одни люди искренне, искренне заблуждаются. Тоже их не опождают. Как можно искренне верить и лжи? Почему правде не веришь? Почему истине не веришь? А ты докажи, вот они всегда. А ты покажи мне там знамения с неба, а ты там еще что-то. Начинают подыскиваться. Так что здесь вот смотреть надо, отвечать, не отвечать. Рассудительность должна быть. Иногда времени не хватает на то, чтобы вот рассудительность. Сначала ответишь, а потом лучше бы промолчал. Или промолчишь, а потом мысль приходит, как говорят, умная мысля приходит опосля. Эх, что же я промолчал, надо было сказать. Так, ну и еще Наталья Усатая, вот из прочитанного, что тебя вот коснулось. На что обратилось твое внимание. Вроде все сказали, да. Но вот здесь вот еще, видите, вот насмеялись над ним. Вот можно высмеивать грех, а можно вот насмеяться над... Это кощунство называется, когда вот над святынями издеваются. Вот и здесь вот над Христом насмеялись, одели на него по границу. То есть они не верили, что никакой он не царь. Стали бить его панолитом, панолитом и кричать там про реки, кто тебя ударил. То есть самое настоящее издевательство. Вот здесь, конечно, как во Франции Шарли, там вот заступились конкретно, заступились за свою мусульманскую веру. Но нам, христианам, тоже этого Господь не заповедовал. Говорит, молитесь за врагов. И тут в церкви пошло разделение. Как это? Вот есть же враги там личные, враги их Божьи, враги церкви. Вот. Если они враги церкви, но они не наши личные враги, значит мы вне церкви. Враги государства есть. Вот. Есть враги народа. Сколько этих врагов народа в 37-м расстреляли. Сколько невинных и замученных были людей в ГУЛАГе. Все Господь попустил. Так, ну, время у нас 8 минут. Я думаю, следующий перекоп мы не будем начинать. Может быть у кого-то вопросы есть, Игнать Тихончу. Раз по этому перекопу ничего нет. Давайте вопросы. Мы сейчас говорили, Наталья тоже заметила. Люди часто путают, когда высмеиваешь грех и насмехаешься над человеком. Вот. Как так можно? Надо ли высмеивать грех, если есть опасность, что человек обидится? И вот. Как вот вопрос. Вот о сатире в христианстве. Должна ли она иметь место? Надо ли грех высмеивать? Или как-то по-другому с ним бороться? Вот такой вопрос у нас. Давай. Попробуй. Ну, если дам тебе такой жребель, то сделай. Я знаю, у старообрядцев никогда этого нету. У них нету юмора абсолютно. У них как будто какая-то кастрация прошла, мы же еще попрезали и все. Самое простенькое событие, они обращают его в злобность, в свирепость какую-то. Ну, смотрите. Вау, вау, в лице прыгают, молятся. Ничего нет. А прохли стоял бы, молчал, а потом бы сам не говорит. Вы кричите громче. Может, ваш бог в дороге где-то. Может, какая авария в дороге. А может, уснул. Ну, вот за нас мишка. Как понимать? Ясно дело, что он смеялся над ними. Тут надо как понимать, зачем смеяться. Вот я голубя кинул, бывают такие кусочки маленькие, а тут торопи. А голубь не умеет клевать. Лежит кирпич хлеба. Голубь носом откнет, клюнет и голову дернет, чтобы оторвать куточек. Ногой-то подержи, а он не может, у него нет этого. Вот маленький жулан, это птичка такая, большая сица у нас. Он любую самую маленькую семечку насыпит, он ее схватит, клюк, в леточке прилепится, а леточка маленькая, тоненькая. И лапой так зажмет это семечке, чтобы оно не выпадает и можно его клевать. И он изнутри достанет для глаз. А голубь так, он оторвнет вверху. А где кусок-то отлетел, он не знает, все. А врага кусочек-то подхватил, улетел. Я стою и смеюсь. Не смешу, а. Голубь большой такой, а ума нисколько нет. Это воробей умный, перехватил сразу инициативу, смотря над чем и как смеяться. Вот как есть такое, знаете, когда стали, над кем смеетесь, господа? Над собой смеетесь. И вы еще ли у кума к себе обратились, на самих себя? В Библии неоднократно такое встречается. Насмешка над тем, что достойно смеяния. Господь неоднократно так говорит. Ну, конечно, кого спрашивают, такие великие, прямо в псалмире говорит. Я говорю, какой великий-то? Бездна, бездна, призывай, голоса мода падает. Бездна, моя грехов, огромное ущелье. Бездна, то есть неизмеримое богатство Божьей благодати призывает на себя, что упросил. Вот тут так и выражено это все. И в то же время человек понимает, выход есть. А если юмора нет, лучше не надо. А какой вариант? Промолчать, не промолчать. Э, это тоже заранее не напишешь. Вот у меня есть ролики такие, где я молчу. А люди сразу говорят, наконец-то нашелся человек, который заткнул этого сектанта. Он не может ответить. Ну, Христос не может ответить, не отвечал ни слова. Я беру пример. А он кто такой? Ну, я могу назвать имя, фамилия, тут все есть. А вот, на завтра мне уже вышел и говорит, что у меня как хорошо, что вчера мне еще не отмечали. Я один, говорит, бутылку пол-литву, водки выпил и решил с вами поговорить. Но я же вижу, какой он. Зачем же я его буду делать? Ну, я отошел тут, что-то кошек там выбирал, убирал. А он говорит и говорит его. Другой случай. Днем на корабле. И в это время я познакомился со священником, ему начинаю говорить. А он ничего не воспринимает, а свое. Он едет поклониться мощам святителя Христова Николы. Мы короткое время. И я ему ничего не отвечаю. И его слушаю. Получает, как? Наконец-то нашелся учитель Долапкина. Он ничего и не говорит. Он про Николу рассказывает. И перервать нельзя его. Потому что он страшно обидится. А я-то из жития насчитывал. Наверное, знаю. Симфонию составлял. Ой, недавно. Такой же. Из армян уже. Армянин. И я вижу, он твердо сидит на своем заблуждении. Косу отпустил. И за весь вечер я ничего не сказал. А он говорит и говорит, и говорит, и говорит. Говорит час, говорит второй. И все никак не могут понять, почему же мы ничего не отвечали. Ну вот это я вижу, что щеноку нельзя отвечать. Он из школы обозреть начинает. Даже не понимает, что это не просто так, а мудрость должна быть. Отвечать. Зачем отвечать? Вот меня сейчас отпрашивают в комментариях. Очень редко. Наверное, спросим, где достать книги. Тогда я отмечу. Как с вами поговорить? А так, в комментариях. Вольно все сказано. Вчера я посмотрел, я краем уха вот слышал, может правильно. Сергей Павлович говорит. Это вот Зеленского-то Владимира Александровича избрали, а теперь покой-то там и сравнивают. Давайте посмотрим, какая вулказа была у Путина Владимира Владимировича-то. Так. Продолжение следует... Что-то повыбивало нас. А что случилось, меня выбило? Да всех выбило. Это вот как только вы про Путина сказали, сразу всех выбило. Нет, последний про Зеленского было. Про Зеленского еще пока не выбило, а вот как о Путина помянули сразу всех. Вы это, не называйте имена, мы поймем. Ну, чтобы знали, о ком говорим-то, я же о ком говорим-то. Он даже сравнит-то нечего, ну плохо живу, там 170-е место по медицине, ну так-то так. Ну дальше-то, значит, где-то, ну какое отношение к президентству имеется, где жена, этот моложе. У того 18 лет стажа, а у этого 18 часов даже нет. Это из этого, что еще повыклить-то? Ну я смотрю, ну просто, ребятишки маленькие, лишенные разума. Да разве надо сравнивать? Сравнивать надо строго. Человек перед двором стоит, а они оба одинаковые. Вот показали разницу между Путиным и Зеленским. А вот я попросил, я попросил, никто не ответил. Я снова спрашиваю. Есть вас, находящихся здесь. Три же люди, это мужчины есть. Кто сейчас может выйти на меня, пока сейчас поговорим, и вопрос задать, а что схожее, не разница чем, а что схожее. Вот тут я раздражу большую картину. И сделаю броли. Кто хочет роман, его нету, хочет задать. У вас что-то с микрофоном жалуете, чуть потише, наверное, надо сделать. Да и интернет притормаживает. Так вот потише. Ну так нормально, да. Что-то тихо, так-то слышно? Да, слышно, слышно. И все-таки, все-таки что-то у вас с интернетом притормаживает, иногда запинает. Паркется зло. Я вышел передать. Где вы? Да здесь, мы здесь все. И кто-то нету. Где вы, ребята? Мы, мы здесь, но... Никого не слышали? Одноваснике Павловича вокруг головы, как нит святого человека, белый. Знаете, Тихо, чем он вас слышал? А что вы попрятались? Слышно, наверное. Что-то такой звук от вас, знаете, Тихо, что вы слышали? Такое хорошее общество было, и все растаяло. Мы вас слышим, но вы нас почему-то нет. Плохо слышно или хорошо слышно, не поймешь. Средне вас слышно. Плохо слышно. Дело у Михайловна плохо слышно. Дело не в микрофоне. Дело в том, что у вас интернет. Меня плохо слышно. Я чувствую, что Игнать Тихонич меня не слышит, потому что связь прерывается. А что же связь прерывается? Это почему же она? Закачка, наверное, идет. Ну, значит, еще не получилось. Закачка, похоже, мощная идет. Да, интернет плохой. Согласен. Ну, ладно, у меня Виталий есть, он задаст вопрос. Виталий, ты меня сейчас слышишь? Давай, давай. Я хоть и занять, но про Путина я бы сказал. Сейчас зайди и вопрос задай. Вот там выставили ролик, какая разница между Израильским и Путиным. А ты задай вопрос, а какое сходство между ними? А вот сходство-то они и не видят. А я вам покажу, сходство такое, что у них глаза откроются. Хорошо, Игнать Тихонович, только вы закачка, что там с закачкой надо сделать? Не знаю, что делать. Ну, что? Это я не знаю, наверное, у меня плохо. Сергей, меня слышно? Да, тебя слышно. Игнать Тихонович нас не слышит, у него что-то конкретно с его интернетом. Он нас не слышит и его речь прерывается. Мы друг друга слышим прекрасно. Ну, у него просто закачка идет и все. А он не пропускает вторую откладу, если сразу два варианта и все. Да, вопрос оставьте до завтра. Сейчас все. Дальше идти-то нет. Сергей, объявим? Окончай. И помолись, и все на этом. А вопросы завтра зададите. Да, давайте. В связи с тем, что Игнать Тихонович, что-то с интернетом, на сегодня занятия вопросов и ответов не будет. Вот, занятия, слава богу, провели. Когда я буду говорить, говорят, обложку Виталий может сделать, сделает. Ну, вот я говорю, понимаете, такое, как вы веком могли в это поверить. И как вы заказательствами, литература, где и как. И вопрос, про отца Олега Синяева что-нибудь слышно, как у его здоровья? Если умрет, то жалко. У Ксении надо спросить. Сергей, вопрос. У него там выпуски сейчас есть у Олега Синяева. Но он уже видно, что чувствует себя плохо. Сергей Николаевич, вот собирается прилететь, потеряю тебя побыть здесь. У него тут дети где-то. Он к ним заезжает и потом к нам опять. Третий раз уже приезжает. Аж Сергей Павлович, а дай знать, что ты меня слышишь. Я тебе объявление дам. Пускай разгорится вокруг тебя снова. Слышу я вас, слышу. Вы меня не слышите просто. Вот такое тогда запиши себе, а то я боюсь, забуду. Встречать по армату надо. 31 мая. Запиши. 31 мая. Важный человек. В 6.15 утра самолет прилетает. И что-то благополучно будет. Звать ее Лидия Муранова. Муранова. Напиши на это и над головой подними черный, чтобы видно было надпись. Жирно. Муранова. Муранова. Как Муранова. Она из Америки прилетела. Она меня познакомила с Александром Менем. Это для нас человек дорогой и близкий. Лидия Ефимовна. Что-то она разговаривала по телефону с Артисоном Валентиной. А ее тут нету. Говорит, но встретите? Они встретились. Мне ей говорит, не обижайтесь, что не встретились. Так непонятно. Что же не встретились-то? Они улетели в Америку. Сыновья там. Все это уже работают. И знаете, Тихоныч, тут в Германии, если кто-то работает... Если дети работают... Я в ответ, и никого дети не пришли. Перка это Перка, или Перка там... Это его мать была, или первая жена у него, да. Их она мать, которую дети здесь, в России, тут разные санкции образуют. Вот. Она так у них называется, кажется, Перка. Во имя матери делают. Нет, я лично не знаю, переписывался с ними. Он получал от меня книгу «Для слова Божия нету». Смотрим, читали со слезами. А его труды у меня были написаны не с радио, там, с шумом, а прямо со студии. Перекладными через Ригу, там его... Там Иосиф Бондаренко как-то помогали нам. И у меня, когда судили, то слушать его было продолжительностью 136 часов. Проподелила песню. Это первый проповедник, которого я услышал в 62-м году, когда обратился. У него есть там небольшие отклонения, совсем незначительные. А остальное он любит Господа. Конечно, был бритый, может, массов даже. Потому что тут один юноша туда бежал, за рубеж, с корабля прыгнул, доплыл. А потом он начал говорить не в пользу Советского Союза. Беглес, он бы затаился. А там, то ли он знал английский, или там быстро дошел до этого. И у них выступал английском. Я что был в стране? Там все маленькое. Дорплата маленькая, дом у меня был маленький, жена маленькая, жена маленькая. То есть, он, ну, видимо, тогда был Андропов, сказал убрать. Он прямо пошел вот так вот, как говорится, как... Ну, не зря, прям, он ничего себе не добивался. Вот мы были когда там, так, баптисты были, мы там что-то и не делали. Там гоняли их и насиловали их. А там нашлась одна женщина молодая. И она решила проехать по тем местам, о которых он упоминает. И людей тех нашла. И оказалось, что все, он лгал, этого не было. Раз, его нету. А что? С ним была девчонка. Он такой видный парень-то был. Там девки вокруг него. Ну, просто много их было, роились. И вдруг где-то он был там на даче, вроде у ней. А тут-то у него пистолет был. И он его что-то заряжал. И сам себя убил. В это я не верю. Ну, девчонка, может, была взрывованная. Другой кто-то убил, сказали. И я на песне спросил, и он говорит, это русская рулетка. Мне очень было неприятно это слышать. В Америке был, он был рулеткой, он там занимался. Мне это прямо прет то, что говорит, то, что указали. Можно сказать, ему все равно мертвого, а мне тут ехать в Советский Союз. Потом приезжал. Я так подумал. Не знаю, как и в самом плохом виде показать его смерть. Хотя так вызывающий он себя вел. Утупления его все были об этом. Вот мы там делали, занимались. Самбо. То другое. А когда пришло то время, самбо вообще не было еще. Оно потом пришло. По таким деталям прошли, какая была Наташа. Нашли, она к нему, говорит, никакого отношения не имеет. И там у одного мужчину спрашивают. Он сидит слюнявый такой, курит. Ну, мы же были с ним вместе где-то там работали, как. А он долго молчал. Потом говорит, дурак. И не стал больше разговаривать еще. Такой. Повлинул забор в холодную воду. Доплыл. Ночь, в темноте. Вообще. И погибнуть ни за что. Допаился бы, молился где-то, чтобы в уголке. Раз уж решился покинуть страну. А у меня вот золото, а сыпь. Я был в Америке, много ездил. Я бы никогда не остался. Я не мог дождаться, когда приеду в родную потеряевку. Лучше потеряевки, земли нету. Такое представление. Ну, что, Сергей Павлович, давай отпускай народ. Я тебе сказал. 31 мая в 6.15 утра. Надо мне телефон, сейчас я бы прошу. Чтобы там следить за этим. И сразу ко мне ее вези. А 31 мая, а 1 мая, мы уже въезжаем. Я договорился, Андрея меня повезнет. Ну, ее захватим, Надежду Васильевну. Он был необыкновенный проповедник. Он не просто, как сектант и узы взглядов на истину. А он во время, он как раз на радио проповедовал. Он многое бронзанно, золотонусто. И называл такие-то святые отцы. То есть он здоровался широко. Не то, что другой знать не знает. И кола бродит. Ну, все тогда. Давайте молиться, я отойду от вас. Ангел в Апиаши, благодать нечистая, Дева, радуйся, и покереку радуйся. Твой сын воскресит три дневе над гроба. И мертвые я воздвигну. Вы, люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Бога Господня на тебе, Авасия. Ликуй ныне, веселись, а сегодня. Ты же чистая, красуйся, Благородица. А восстанье Рождества Твоего. Господи, благодарим Тебя за эти занятия. Слава Тебе, что прибыл с нами и в этот вечер. За это тихое и мирное время, Господи, Благодарим Тебя. Распусти нас с миром. Хвала Тебе, чести и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасти Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Аминь. Прости, про обложки. Нормальные получаются обложки? Я там пару сделал. Алло, алло, скажите, пожалуйста. Да, хорошие. Хорошо, что Игнать Тихонович решил загружать обложки. Они будут как бы помогать. Я пошел на беседу, на карьеру пошел. Благослови Господа. Благослови Господа. И так вы будете. Это вот Алексей Шахматов тоже запечалился, что Игнатий Тихоновича обложек нету, что он не стремится к вот такому, чтобы как можно больше смотреть.